Более подробно эту тему обсудим с Владимиром Фисенко, политологом. Владимир, здравствуйте, рады вам в эфире «Фридом». Добрый день. Поясните, пожалуйста, очень много юридических моментов, юридических аспектов от госпожи Стефанишиной. Довольно-таки позитивный прогноз. Но на деле, по факту, что еще предстоит сделать Украине в силу того, что все пункты Украина выполнила? Об этом говорил и президент Зеленский, об этом говорят в самом Европейском Союзе. Про юридические аспекты надо спрашивать юристов. Я думаю, они более компетентны, чем эксперт-политолог. Я имею в виду именно в юридических вопросах. Но на самом деле сейчас проблема не в юриспруденции, не в каких-то дополнительных юридических обязательствах, которые должна выполнить Украина. Проблема носит сугубо политический характер. Вот почему представитель правительства Германии сделал это заявление? Ведь оно не случайно. И оно связано с тем, что на самом деле вопрос о начале переговоров Украины о вступлении в ЕС политически решен, а технически, организационно пока нет. Почему? Потому что одна страна, Венгрия, точнее ее правительство, до сих пор не дала согласия на начало вот этих переговоров. Вернее, там по самим переговорам уже решение есть. Они должны начинаться. Вопрос когда? Юридически и организационно, процедурно должна состояться конференция, которая определит переговорные рамки. Это, собственно, вот формальный старт переговорного процесса. И Европейский Союз, руководство Европейского Союза считает, что, в принципе, уже надо эту конференцию провести. Даже определена предварительная дата, 25 июня. Дело в том, что в конце июня должен состояться саммит Европейского Союза, соберутся лидеры стран Европейского Союза. И, в принципе, вот им и будет предложена эта переговорная рамка. А дальше стартуют сами переговоры по конкретным направлениям. Их около 30. Это такой рутинный политико-бюрократический процесс. Многолетний, кстати говоря, к чему надо готовиться. Это такой марафон, который должны пройти и представители исполнительной, и законодательной власти Украины. Работы еще предстоит впереди очень много. Это будет касаться имплементации законодательства Украины в европейское правовое пространство. Но и надо будет искать компромиссы по согласованию интересов Украины и отдельных краин Европейского Союза на различных рынках. Например, рынок зерновых, металлургический рынок и так далее. Поэтому предварительное обязательство Украины все выполнило. А Венгрия, к сожалению, она сейчас затягивает этот процесс, исходя из сугубо политической логики. Дело в том, что с 1 июля Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. И они хотят контролировать процесс переговоров. Если же решение о начале переговоров, вот о переговорной рамке точнее, будет принято несколько раньше, ну и Венгрия тогда будет влиять. Но влияние будет гораздо меньше. Сами переговоры уже стартуют. И тогда Венгрия будет тяжелее, скажем так, выдвигать какие-то новые требования. А так вот сейчас, пока не состоялась эта конференция по переговорной рамке, Венгрия хочет получить дополнительные уступки. Это банальный шантаж на самом деле. Хочет получить дополнительные уступки и от Украины, и от Европейской комиссии. Вот в чем главная проблема. Поэтому призыв члена немецкого правительства, он обращен не столько к Европейскому Союзу. В Европейскому Союзе большинство стран-членов ЕС и Еврокомиссия, в принципе, все руководящие органы Евросоюза готовы к проведению этой конференции. Проблема только в одной стране. И вот в этом заявлении, которое вы процитировали, указано, что да, отдельным странам-членам ЕС надо дать согласие. Но хватит уже волынить, извините, вот за такую, может быть, простонародную лексику. Но я думаю, это будет понятно для многих зрителей, в чем суть тактики Венгрии. Но не надо уже заниматься этим примитивным блокированием, создавать искусственные препятствия. Надо дать согласие на определение переговорной рамки и начинать сам переговорный процесс. Так что проблема сугубо искусственная, чисто политическая, связана с позицией одной стороны. Это Венгрия. В свою очередь, господин Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, в интервью до Четвертому каналу сказал, что в свою очередь единственная проблема это то, что все происходит позже, чем нужно. Слишком затянуто. В свою очередь, господин Подоляк говорит о том, что последние 15 лет НАТО выполнял функции политического клуба, где обсуждались различные стратегии. А когда началась полномасштабная война России против Украины, как видим, и о чем говорил с трибуны ООН президент Зеленский, НАТО оказалось не готово к современному ведению войны. Аналогичные параллели проводятся и с Европейским Союзом. Что для Украины поменяется в экономическом плане, в стратегическом, после, возможно, это уже дальний вопрос, но после вступления в Европейский Союз? Как это все поменяется с учетом того, что по соседству всегда присутствует агрессивный сосед, и на данный момент его ракетные атаки не прекращаются? Давайте, во-первых, все-таки разделять. Хотя это взаимосвязанные процессы, как показывает история, и у нас тоже есть взаимосвязь, сейчас я об этом скажу, но все-таки вступление в НАТО — это отдельный процесс, вступление в Европейский Союз — это тоже отдельный процесс. Это разные процедуры, немножко разная организационная логика. И поэтому, ну, тут давайте не смешивать. Вот мы говорили с вами о начале переговоров о вступлении в Европейский Союз. Политическое решение об этом есть. Вот сейчас новый процедурный момент. Должна пройти конференция, которая определяет переговорную рамку. А дальше начинается многолетний, ну, минимум три года, это если все будет нормально, рутинный политико-бюрократический процесс, на котором мы будем согласовывать по 30 разным направлениям условия нашего вступления в Европейский Союз и по отдельным рынкам, по отдельным сферам и отраслям, по законодательству и так далее. Сейчас вот одна из проблем, прежде всего для самих членов Европейского Союза, потому что внутренние противоречия существуют очень сильные, это зеленый курс. Там столько нюансов, я вам скажу. Вот я вчера разговаривал, кстати, с одним из советников нашего вице-премьера по европейской интеграции. Он занимается как раз проблемой зеленого курса, экологическими проблемами. Он сказал, знаете, вот просто чтобы понимали зрители, какие нюансы нам предстоят, их тоже надо учитывать. Это, например, вопросы, связанные с экспортом мяса тюленей. Я, честно говоря, даже не знаю, в Украине экспортирует кто-то мясо тюленей или нет. Но есть особые правила, из каких стран это можно делать, при каких условиях и так далее. Понимаете, вот такие нюансы, такие вроде бы мелочи. И таких мелочей масса. Вот в условиях зеленого курса, например, есть такие ограничения, которые касаются, что полевые работы, которые могут проводиться, не должны нарушать гнездовья полевых птиц. Вот еще вам такой вот пример. Видите, какие мелочи? И по этим мелочам надо будет тоже определяться, это тоже будет контролироваться. Так что вот поэтому это многолетний процесс. И так было не только у нас. Сейчас просто еще сложнее стало, чем было раньше. Раньше не было вот таких вот особенностей, связанных с зеленым курсом. По НАТО немножко другая ситуация. Там главная проблема, конечно, связана с войной. И это главное препятствие. Пока идет война, в НАТО действует пятая статья коллективной обороны. К сожалению, вопрос о нашем вступлении решаться не будет, но для того, чтобы не возникло военное столкновение между НАТО и Российской Федерацией. Такая позиция целого ряда стран НАТО. Поэтому это разные вопросы, и я не сторонник того, чтобы их смешивать. Но вот что очень важно, в процессе интеграции в НАТО, например, сняли с Украины какие-то дополнительные требования, которые касаются, например, вопросов верховенства права, судебной реформы, борьбы с коррупцией и так далее. Потому что эти вопросы решаются в процессе европейской интеграции Украины. Вот это очень хорошо. То есть вот тут есть взаимосвязь двух интеграционных процессов, и чтобы их не дублировать, и чтобы, опять-таки, там отдельные страны не пользовались этим, выдвигая похожие требования и в процессе вступления Украины в НАТО, и в процессе вступления в ЕС, вот произошло такое разделение. В НАТО больше внимания будут уделять вопросам военным, политическим, интеграции именно в военной сфере, переходу на стандарты НАТО. А вот вопросы, связанные с реформой, больше будут рассматриваться именно в рамках европейской интеграции. Так что это вот то, что касается взаимосвязи двух процессов интеграции в НАТО и в Евросоюз. Что касается вступления в Евросоюз. Слушайте, ну, я не сторонник того, чтобы сейчас забегать вперёд. Для того, чтобы рассуждать о том, как вот изменится для Украины после вступления в Евросоюз, мы должны пройти вот этот многолетний переговорный путь. За это время, кстати, может измениться несколько европейский союз. Сейчас рассматривается вопрос о внутренних реформах в Евросоюзе. И это очень важно для нас, потому что речь идёт о том, чтобы отказаться от принципа консенсуса, когда требуется согласие каждой страны по всем ключевым вопросам, в том числе и для вступления в Евросоюз. Вот я уже упоминал об особой позиции Венгрии относительно Украины. И, к сожалению, это сейчас проблема. На каждом этапе, при каждом ключевом решении, то ли это вот начало переговоров с Украиной, о вступлении Украины в ЕС, то ли это выделение Украине 50 миллиардов евро на следующие четыре года, то ли вот выделение военной помощи для Украины. На каждом этапе венгерское правительство создаёт нам проблемы, затягивает время. И это вот одна страна. В Европейском Союзе сталкиваются с этой проблемой не только по отношению к Украине, там и по финансовой, бюджетной политике, налоговой политике, похожие проблемы и противоречия возникают. Поэтому вот есть предложение изменить порядок принятия решений, чтобы решения принимались квалифицированным большинством, чтобы не было вот этого принципа консенсуса, то есть согласия каждой страны и так далее. То есть предстоят очень серьёзные внутренние реформы. Поэтому мы вступим, скорее всего, в Европейский Союз, который либо уже изменится несколько, либо будет изменяться. Что для нас изменится? Мы станем прежде всего членом европейского экономического сообщества. Будем работать в рамках единого европейского рынка. Это откроет для Украины дополнительные возможности работы на этом рынке и расширится возможности для нашего бизнеса, для нашей экономики. Но это и дополнительные требования, переход на новые стандарты. Здесь могут выиграть потребители, потому что это более высокие стандарты качества, качество продуктов, которые мы потребляем, экологические стандарты более высокие. А это уже положительно может влиять на наше здоровье. Украина в процессе вступления в Европейский Союз даже уже сейчас, когда переговоры не начались в связи с нашей сложной военной ситуацией, Евросоюз уже нам помогает. Но, как показывала практика наших соседей, которые вступали в Европейский Союз, каждая страна, вступавшая в Евросоюз, получала дополнительное субсидирование, дополнительную помощь, в частности, на развитие инфраструктуры. И это для нас крайне важно. То есть вот сам процесс важен, даже не то, что будет после. После мы будем вот одной из, ну на тот момент, наверное, уже около 30 стран будет вместе с нами в составе Евросоюза. Мы будем вот частью большой европейской семьи влиять на общее решение Европейского Союза. Наши представители будут в составе Европарламента, в составе Еврокомиссии. И мы будем вот организационно-политически, административно, нормативно законодать на части Европейского Союза. Но для нас важен сам процесс интеграции, потому что это процесс модернизации. Вот Польша, например, она в процессе вступления в Европейский Союз совершила огромный рывок в развитии своей инфраструктуры. И это дало импульс развитию польской экономики. И вот польская экономика в 2000-е годы демонстрировала высокий темп развития, одни из самых высоких в Европейском Союзе, именно благодаря процессу европейской интеграции. И многие польские бизнесы, польские компании вышли на единый европейский рынок. Вот, кстати, с этим сейчас проблема, потому что и польские некоторые компании, особенно в аграрной сфере, и не только, например, транспортные компании, боятся украинский бизнес, боятся конкурентов, потому что у нас, например, очень сильное птицеводство. И вот, кстати, в процессе переговоров о вступлении Украины в ЕС будет решаться вопрос о согласовании, квот на рынках, сколько, допустим, видов продукции птицеводства Украина сможет поставлять на единый европейский рынок. Это надо определить в процессе переговоров. Сколько мы пшеницы, кукурузы и других видов зерновых можем поставлять на европейский рынок. И так по каждому виду аграрной продукции. Поэтому это, конечно, процесс европейской интеграции, в первую очередь, мощный, сильный импульс для развития нашей экономики через выход на новые рынки. Это импульс в повышении качества товаров, которые мы потребляем. И мы уже получили бонусы от европейской интеграции, в частности, безвизовый режим. Сейчас, конечно, война вот это все сломала, но, надеюсь, временно. И после того, как война закончится, это, кстати, тоже будет влиять на и темпы, и на сроки вхождения Украины в Европейский Союз. Тогда, я думаю, что миллионы украинцев тоже получат возможность. Это тоже, кстати, один из важных стимулов европейской интеграции. Например, и для свободного трудоустройства в Европейском Союзе. Потому что Европейский Союз — это не только единый рынок для бизнеса, для товаров, для услуг, но и для единый рынок рабочей силы. Да, так что украинцы, многие уже, миллионы украинцев имеют опыт работы в Европейском Союзе. Поэтому и украинцы смогут еще больше иметь возможности для получения работы в Европейском Союзе, но и европейцы смогут работать. У нас будет, кстати, нехватка большая рабочих мест, вернее, трудовой силы. Рабочих мест будет много, а вот трудовой силы будет не хватать после войны. Я думаю, что многие вакансии будут заполнять как раз представители стран Европейского Союза, даже еще до нашего вступления в ЕС. Вот это лишь некоторые нюансы, детали процессы европейской интеграции и того, что нас ожидает. Но самое главное еще, помимо чисто социальных и экономических бонусов, мы присоединяемся к содружеству демократических государств. Государство господствует право, имеется верховенство права. И вот одним из важных процессов, который будет происходить и уже происходит в рамках вступления в ЕС, это борьба с коррупцией. Вот это тоже один из важных позитивных процессов, которые будут происходить в рамках европейской интеграции Украины. Владимир, огромнейшее вам спасибо за эти разъяснения. Видите, все-таки, как ни крути, но очень много такой информации, которая требует разъяснений. И за эти разъяснения вам огромная благодарность. Всегда рады вам в эфире Freedom, Владимир. Спасибо большое. Владимир Офисенко, политолог, с нами был на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова